Десногорцы почтили память павших. Меня спросили, что Волк что-то вам говорит, Волк, Роман Семенович, я сказала, конечно, говорил, это мой директор. Останки бойцов увезли на родину. Ни каких экстремальных ситуаций, но сегодня мы начали работать на обычном режиме, на профилактическом время. Еженедельное совещание у главы муниципального образования. А теперь об этих и других событиях подробнее. В регионе официально дан старт выборной кампании. В единый день голосования 18 сентября состоятся 11 избирательных кампаний трех уровней. Выборы депутатов Государственной Думы 7-го созыва. Дополнительные выборы депутата Смоленской областной думы 5-го созыва. Выборы депутатов представительных органов в 9-ти муниципальных образованиях нашей области. Сегодня, 22 июня в России, день памяти и скорби. 75 лет назад началась Великая Отечественная война. Страшная, зловещая, самая тяжелая и трагическая в истории нашей страны. В Десногорске почтили память всех погибших. В 4 часа утра на Кургане Славы прошла акция «Зажги свою свечу». В нашей стране она проходит уже 8 лет. Сейчас она международная, проводится на территории всех бывших республик Советского Союза. На площади Кургана Славы еловым лапником были выложены цифры – 75. Гирлянты украшали гвоздики и лампады. Все, кто в это раннее утро по зову души пришел на поле памяти, еще раз вспомнили о тех, кто отдал свои жизни за наше светлое будущее. О тех людях, которых уже нет. Зажгли свечи в память о погибших воинах. Мы сегодня должны вспомнить тех, кто особенно в первые дни войны и месяцы войны своим мужеством, своим трудом и своей жизнью заложили основу будущей победы. Иерей Виталий Сладков и все присутствующие вознесли заупокойную молитву о миллионах человек, погибших в годы Великой Отечественной войны, и почтили их память минутой молчания. Поставили свечи, возложили венки и цветы к могилам павших героев. Остальные десногорцы отдали дань памяти погибшим в годы этой страшной войны днем с 11 до 12 часов. В это время на Кургане Славы было организовано возложение цветов и венков в свободном режиме. В Петербурге начали снимать фильм, в основу которого положена история танкового экипажа, погибшего во время Великой Отечественной войны на Смоленщине под Вязьмой. Съемки фильма о героях-танкистах пройдут этим и следующим летом, а выход киноленты «Сталь» запланирован на 2018 год. Смоляне отметили 106 лет со дня рождения Александра Твардовского. 21 июня 1941 года поэту исполнился 31 год, а на следующий день началась Великая Отечественная война. К этому времени Твардовский уже был знаменитым поэтом, получил орден Ленина за поэму «Страна Муравия». В 1941 году были написаны первые главы поэмы Василий Теркин, прославившие смоленского поэта на всю страну. Десногорцы отдали дань памяти и уважения солдатам Великой Отечественной войны, которые не вернулись из боя, закрыв с собой родную землю. В историко-краеведческом музее нашего города состоялась передача останков красноармейцев, обнаруженных во время поисковой экспедиции Десногорского отряда «Высота». Останки находились на территории Рославского района в немецкой траншеи на глубине полутора метров. Также были найдены и личные вещи – солдат, котелок, противогазы, саперная лопатка, кружки и два медальона. Медальоны сохранились в хорошем состоянии, и их удалось быстро прочесть. Установлены имена героев. Это Сельденков Иван Федорович, 1909 года рождения, и Волков Роман Степанович, 1912 года рождения. Оба уроженца Гагаринского района Смоленской области. В Десногорск приехали представители гагаринского поискового отряда «Курсант» и племянница погибшего бойца Волкова Галина Симонова. Человек живет, пока живет память. А память все эти годы в нашей семье жила. Роман Степанович, фотография его висела всегда на постели его жены. И, соответственно, все знали, что, как, но никто не знал, как он погиб. Бойцы поисковых отрядов «Высота» и «Курсант» погрузили останки героев Великой Отечественной войны. Они будут захоронены на Малой Родине в Гагарине. В Смоленской академии войсковой ПВО состоялся 24-й выпуск молодых офицеров. Всего в этом году ВУЗ подготовил более 200 военных специалистов. 30 из них окончили учебу с отличием и еще пятеро удостоены золотой медали. Впереди у них важный этап в карьере, распределение после которого выпускники разъедутся по всей стране к местам прохождения дальнейшей службы. Сотрудники Россельхознадзора и смоленские таможенники запретили ввоз почти 20 тонн свежей клубники. Досмотр груза позволил установить, что, согласно имеющейся нотарии под донах маркировки, страной происхождения клубники является Украина. Данный товар относится к санкционным и запрещен к ввозу в Россию. На плановом оперативном совещании глава муниципального образования Вячеслав Сидунков подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. В администрации Десногорска произошли кадровые изменения. На должность начальника юридического отдела назначена Татьяна Носкова. На минувшей неделе состоялась встреча губернатора Смоленской области Алексея Островского с директором концерна «Росэнергоатом» Андреем Петровым. Обсуждались вопросы развития Десногорска и уже приняты конкретные решения. Наша уже устарелая проблема с ремонтом фасадов детских садов. Губернатор одолгил выделение средств в течение ближайших двух лет на ремонт фасадов четырех детских школьных образовательных учреждений, один из которых мы планируем отремонтировать уже в этом году. Также был поднят вопрос о продолжении или возобновлении строительства универсального спортивного комплекса «Росэнергоатом» с использованием различных механизмов финансирования. И здесь тоже была найдена поддержка. Алексей Владимирович заверил о том, что строительство планируется завершить в ближайшие три года, и средства будут выделены уже начиная с этого года. Завершается итоговая аттестация выпускников. Уже известно, что две ученицы средней школы номер два набрали 100 баллов по русскому языку. С 23 июня в школах города начинаются выпускные вечера. Также 23 июня в Смоленске будут чествовать бриллиантовых медалистов. Их нынче в Десногорске – 9, а всего – 17. Обращаем внимание родителей и выпускников, что 25 июня в первой школе нашего города будет работать приёмная комиссия «Нияо-Мифи-Обнинска». В этот день с 9 до 16 часов можно будет сдать документы для поступления в этот вуз. 26 июня в Десногорске пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи. Глава Рособранадзора Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что с 1 сентября заочное обучение в вузах будет исключено по ряду специальностей. По мнению чиновника, первое образование должно быть очным, что позволит повысить качество образования и серьёзно подорвёт экономическую основу у псевдовузов. С 1 сентября этого года планируется исключить заочную форму обучения по таким популярным направлениям подготовки, как экономисты, юристы, менеджеры по направлению государственное и муниципальное управление. 21 июня в области объявлен жёлтый уровень опасности из-за очень высокой температуры и пожароопасности, сообщается на сайте Гидромедцентра России. Жёлтый – это третий из пяти уровней опасности. Он означает, что погода потенциально опасна. Как сообщили в Центре погоды ФОБОС, на текущей неделе в ряде регионов Центральной России ожидается плюс 25-30 градусов. В Десногорске же жёлтый уровень опасности подтвердился ураганом и ливнем. Дороги превращались в реки, ветром ломало деревья. В некоторых местах пострадали кровли на зданиях. Необычное видео появилось в сети. На заправке в Смоленске водитель попытался покинуть АЗС с пистолетом в баке. На кадрах видно, как водитель Ауди неспеша садится в свою машину, пристёгивается, включает свет и трогается. Спустя несколько секунд шланг растягивается, и от него отрывается пистолет. Водитель сначала оценивает повреждения автомобиля, а затем вступает в диалог с подоспевшим охранником. Судя по всему, ему теперь придётся возместить ущерб автозаправочной станции. 20 июня весь мир увидел огромный флаг России, привезённый из Смоленска. Болельщики нашей сборной развернули его во время исполнения гимна перед матчем с Уэльсом. На флаге красовалось название нашего города-героя. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова